В прямом эфире программа «Петербург. Город решений». Сегодня мы не можем обойти стороной тему, которая стала ключевой не только для нашего города, но и всей страны и мира. Очевидно, что мы теперь будем жить в новой экономической и геополитической реальности. А вот какой она будет для Петербурга и что нам, петербургцам, делать, а что пока не стоит и не стоит вообще. Попытаемся разобраться и ответить сегодня на конкретные вопросы. Как город готов противостоять западным санкциям? Какие есть для этого инструменты? Что будет с ипотекой и что делать с накоплениями, если они, конечно, у вас есть? Эти и другие вопросы обсудим с нашими экспертами. В студии Ирина Степанова. Здравствуйте. Итак, сегодня с нами в студии эксперты. Это первый проректор Международного банковского института Анна Затевахина. Анна, рада вас приветствовать. Здравствуйте. И политолог Сергей Наумов. Сергей, также добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. Ну и давайте в начале разговора напомним зрителям, какое заявление сделала сегодня Эльвира Набиулина, глава Центробанка России. Она пообещала, что российская банковская система сохранит стабильность. Карты международных платежных систем продолжат работать внутри страны. Российская банковская система будет работать без перебоев. Ну а российская система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT. А ЦБ, в свою очередь, смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. Итак, давайте по порядку. Вот что называется, начнем от печки. Расшифруем, что такое SWIFT, потому что мы слышим эту аббревиатуру на протяжении уже недели. Ею пугают отключением от SWIFT уже не первую, не то что неделю, даже месяц. Месяц, что это такое, и кому стоит опасаться отключения от этой системы, а кому нет? Анна. Это система международных расчетов, которая позволяет, в том числе, банкам, взаимодействовать с иностранными банками. Это не значит, что они друг другу деньги перечисляют. Они перечисляют соответствующие документы с электронной подписью, которые подтверждают, что необходимо перевезти деньги туда-туда-туда-туда. Это касается как юридических лиц, так и физических лиц. Система по-своему удобна, она позволяет мгновенно совершать операции. Сказать, что если нас отключат от SWIFT, у нас не будет работать наша банковская система, это не так. Да, будут сложности с расчетами, которые не являются критическими. Все равно есть другие варианты расчетов, которые я не отменял. Мы настолько уже привыкли, что SWIFT, 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 нам угрожают прямо этой системой. Да, будут неприятности с точки зрения того, как рассчитаться за границей электронной картой. Может быть. Не во всех банках. Внутри системы, внутри нашей страны, в особенности, если учесть, что у каждого пользователя есть карты нескольких банков, а в одном банке открыты карты различные, есть мастер-карты, есть карта ИЗА, есть карта МИР, которая наша внутренняя. Здесь просто надо грамотно управлять ресурсами и перераспределять. Здесь ключевое, наверное, что стоит еще раз подчеркнуть, это то, что операции по тем картам, которые есть у вас сейчас на руках, они по-прежнему будут возможны, независимо от того, российская это платежная система или не российская. Правильно я понимаю? Да, ради интереса я выходные и сегодня тоже оплачивал картами, думаю, да я пройдусь. Потому что настолько банкомату было не подойти, очень большая была очередь снять денежные средства. Ну ладно, пойду в магазин. Все карты работают. Ну у меня действительно есть все карты, которые возможны. Все карты работают, все платежи осуществляются, через электронный магазин тоже могу оплатить. Поэтому пока я не вижу. И опять же Эльберна Биулина заявила, что есть альтернатива наша российская система. Заявила, что она будет работать бесперебойно. Сергей, вот на ваш взгляд, по вашим оценкам, как политолога, был ли у нас тот люфт по времени, чтобы подготовиться к подобной ситуации и подготовить самую главную систему, закрыть, что называется, тылы, для того, чтобы вот как раз она смогла в случае необходимости принять и выдержать такую нагрузку. Мы давно живем под санкциями, Россия к этому привыкла. И сегодняшняя политическая, экономическая система, они позволяют говорить о том, что система в России устойчивая. Самое главное сейчас не поддаваться панике. Мы помним, что у нас есть желание скупать гречку. У нас люди выстраиваются чуть что в банкомат. Это всегда происходит. Да, пытаются снять наличку, пытаются купить евро, доллары. Сейчас в этом нет никакого смысла. Нужно не поддаваться панике, наверное, в первую очередь. Что касается системы SWIFT, я объясню по-простому. Для простых обывателей на первом этапе это не грозит абсолютно ничем. Возникнут проблемы для юридических лиц, которые, например, хотят перевести деньги за партию кроссовок, условно говоря. Но, опять же, как сказала коллега, у нас есть аналог. Мы готовы к этому, потому что под санкциями России находится много лет. Был определенный временной ресурс для того, чтобы подготовиться. Поэтому самое главное, наверное, сегодня это не паниковать. И смотреть за дальнейшим развитием ситуации, я бы сформулировал так мысль свою основную. Будет тяжело, потому что санкционное давление беспрецедентное, но мы справимся. Ну а вот как не паниковать, сразу возникает вопрос. Анна уже упомянула, что даже сегодня столкнулась с тем, что очереди есть в банкомат именно на снятие наличных. В пятницу это были не просто очереди, к сожалению, нередко были ситуации, когда в банкоматах уже не было возможности снять деньги, работали только на внесение. Вот здесь как сохранить стабильность сознания и понимания, что происходит? Здесь вопрос, на самом деле, очень простой. Все мы помним, к сожалению, 90-е годы, да, у людей еще свежо в памяти, как Ельцин говорил о том, что дефолта не будет, потом он случился. Поэтому людям уже достаточно сложно доверять, но я опять же повторюсь, сегодняшняя политическая система и экономическая, они настолько стабильны, что вот лично я на сегодняшний день, я не испытываю какого-то нервозного состояния и не бегу к банкоматам скупать доллары и евро, тем более по такому сумасшедшему курсу. Нужно понимать, что эта санкционная политика, она рассчитана на две вещи. С одной стороны, собственно, для того, чтобы рассорить нас с Европой, они бы так и так и вводили эти санкции периодически, создавали бы напряжение на границе с Украиной. Для того, чтобы дальше вводить, 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 да, и закрывать какие-то наши бизнес-проекты под эту историю и лоббировать свои. Ну, естественно, за океаном сейчас просто сидят и потеряют руки, потому что они делают это все руками европейцев, которым я не понимаю вообще, зачем нужны эти санкции. Вот они закрыли небо, да, например, над Европой. Во-первых, для них, для Европы, которая еще не вышла после коронакризиса, это колоссальные потери. А то, что мы сделали зеркальный ответ? Ну, естественно, мы сделали зеркальный ответ, это еще большее. А это как ударит по нашей экономике в свою очередь, и по Петербургу в том числе. Не будем забывать, что в Петербурге планировали строить второй хаб, вторую часть Пулкова. Я думаю, это временная история, но тем не менее, во-первых, санкции это всегда дорога со встречным движением. И европейцы также будут... Главное, чтобы мы здесь не сталкивались лбами. Они будут мучиться от этих санкций точно так же. То есть, по большому счету, за счет вот этого политического популизма, да, отдельные западные политики, они в угоду, да, каким-то своим амбициям, они вредят своему населению тоже. Потом есть момент неэкономический. Это русофобия, да. Если они закрывают небо, соответственно, огромное количество россиян остаются где-то за границей. Ну, этой теме завтра как раз будет посвящен выпуск программы «Петербург. Город. Решение». Сейчас хочу вернуться исключительно вот в ту практическую плоскость. Сереж, что делать, по крайней мере, с деньгами, если, повторюсь, они есть. Итак, сегодня курс достиг валюты исторического максимума. Доллары это 95 рублей, евро 107. Анна, куда бежать, что делать, надо ли менять валюту, снимать, может быть, в евро? Можно ли на этом что-то выиграть, переводить внутри платежей? Если да, то какой механизм наиболее эффективен, на ваш взгляд? Наверное, самое первое, это не паниковать. Потому что паника – это основной момент управления толпой, который, в принципе, наверное, сейчас и используется, коллега, да. Потому что посеять панику – это самое худшее, что может быть, и люди на это ведутся. Пятница вечера это очень хорошо показал. Надо просто немножечко подумать, где мы видели очереди, в какие банкоматы, в каких банков. Наверное, в принципе, мы все знаем, да, не будем отлучивать, но в очереди мы видели банкоматы, одни и те же названия. У нас есть система быстрых платежей. У каждого пользователя есть карта нескольких банков. Перекиньте на другую карту, сходите в другой банк без очереди, снимите, зачем вы стоите в очереди. Ну, это основа финансовой грамотности. То, что уже у нас на рынке есть давно и давно. Чем можно пользоваться и, в принципе, смягчать эти самые ситуации, которые мы имеем. Позволите добавить, вы делаете акцент на экономический аспект. Но здесь аспект есть еще и другой этих санкций, да. Они, собственно, и рассчитаны на то, чтобы расшатать ситуацию внутри страны и посеять некую панику. Да, чтобы, так сказать, расколоть общество изнутри. Но, на самом деле, то, что они делают, они, наоборот, общество это сплочает. Потому что, если вы закрываете небо, если Зеленский один день обращается к россиянам с трогательным посланием, а на другой просит Европу лишить россиян виз, это какое отношение имеет к его оппонентам? То есть, так вопросы не решаются. То есть, по большому счету, эти санкции направлены против обычных людей. А это-то, здесь есть два момента. Это момент не столько экономический, сколько момент политический, да и психологический. Но, опять же, я повторюсь, что ни к чему хорошему это не приведет. И политика вот эта русофобская, да, которую они сейчас в силу информационной войны развивают по всему миру, да, вы посмотрите там CNN, Euronews и так далее, как они все это делают, показывают, они настраивают Европу против нас. И определенным силам это очень выгодно, замечательно, что мы не будем сотрудничать с Европой, и те будут страдать, и мы будем страдать. А есть, опять же, силы, которым это выгодно, выгодно в этот момент продвигать свои проекты, и продвигать доллары в Европу, и так далее, и тому подобное. В общем, заинтересована третья сторона в нашем непонимании друг друга. Есть вопросы от зрителей в нашей группе ВКонтакте, давайте его обозначим, а я, в свою очередь, озвучу. На самом деле, вопрос актуальный для многих петербуржцев. Что ждет тех, у кого есть валютные вклады, как может сказаться, опять же, изменяя ставки Центробанка на этих вкладах, и, опять же, надо или не надо с ними что-то сейчас сделать, или пускай лежат тихо и мирно. Прямо финансовую консультацию. Ну, на самом деле, у нас сегодня задача максимально прикладная. Вот Сергей вносит здесь такую политическую теорию, да, стараясь еще и разъяснить это все сверху, но вас мы пригласили именно в качестве вот такого консультанта, чтобы понимать, что мне делать, потому что, я думаю, все мы прекрасно, в свою очередь, понимаем, далеко не все живут богатые, роскошные, могут себе позволить плюс-минус лишние 10 евро там пропали у меня. Валютные вклады, они такие же, как и рублевые просто, либо в долларах, либо евро, либо в другой валюте, которую вы выбрали. Насколько я знаю, в последнее время, особенно в последние 2-3 года валютные вклады не открывались гражданам, потому что там были такие минимальные ставки, что было бесполезно их открывать. Если у вас действительно в хороших классах нормальным процентом, что вы беспокоитесь? По большому счету, вы можете прийти в банк, в кассе заказать деньги и при необходимости их снять. Только заказать надо заранее. Такая услуга в коммерческом банке тоже есть. За сутки заказывается, а не в банкомате. Присите банкомат для того, чтобы отдай мне деньги. Поэтому спокойнее вы просто подумайте, обращаясь к тому, кто задал этот вопрос. Что вы хотите сделать? Какой у вас банк, в первую очередь, насколько он надежен? Если он системообразующий, если вы понимаете, что этот банк обслуживает большую часть населения Российской Федерации, что вы тогда беспокоитесь? Что вы думаете, что вы хотите сделать с этими деньгами сейчас? Опять же, то, что сказал Сергей, в нашем сознании еще слишком ярко и живо воспоминания о 90-х, о 2000-х, о 2008-м, когда вдруг резко изменилась экономическая ситуация. И лучше на тот момент было иметь деньги на руках, нежели где-то на картах и на счетах. Давайте еще одно экспертное мнение послушаем. Глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова. Меня, на самом деле, несколько удивляют какие-то панические настроения со стороны наших жителей. Кто-то забирает там деньги из банков. Мне кажется, этого делать ни в коем случае не надо. Не надо бояться вот этого давления. Как раз основная задача наших так называемых иностранных партнеров как раз запугать россиян, посеять какую-то панику. Здесь мы понимаем, что все эти санкции, которые вводятся, они касаются, во-первых, в основном иностранных активов банков. Таким образом, они никаким образом не влияют на то, что происходит внутри страны. Во-вторых, понятно, что эта ситуация, она была просчитываемой. И все крупные банки, они долгие годы готовились и с точки зрения программного обеспечения, и с точки зрения, скажем так, плана действий в случае наступления таких обстоятельств. Поэтому для банковской системы эти события, они совершенно предсказуемые. И мы все к этому готовы. И не надо бояться этих обстоятельств. Все могут проверить, что в магазинах по-прежнему принимают оплату, в банкоматы по-прежнему выдают деньги. Поэтому здесь никаких таких обстоятельств, которые могут повлиять на нашу размеренную обычную жизнь, их не произошло. И бояться вот этого не нужно. Итак, бояться не стоит, по крайней мере, в этом уверен глава Комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников. А вот что делать, продолжаем обсуждение уже внутри студии. Наверное, одна из главных новостей этого дня, которая так или иначе касается каждого петербургца, это, конечно же, резкое увеличение ключевой ставки Центробанка до 20%. Напомню, ранее она составляла 9,5%. И здесь закономерный вопрос. Что будет с кредитами, а самое главное с ипотекой? Потому что только-только мы начали приближаться к гуманной ставке по ипотеке. Казалось, что все хорошо. Что теперь? Анна, вновь буду мучить вас этими вопросами. Ну, ставка по ипотеке у нас не такая гуманная была, в принципе. Но все-таки 15% и там те же 8, это две большие разницы. Большие разницы, но 8 тоже абсолютно негуманная ставка. Ставки сейчас будут расти. Это 100% и ипотечная, и кредитная. Поэтому о чем хочу сразу сказать, и о чем мы всегда предупреждали, брать в данный момент и всегда брать кредиты в иностранной валюте, это не стоит делать. Но я думаю, мы все это усвоили еще после 2012 года. Нет. На самом деле нет. Люди всегда думают, что их принесет. Есть физические лица, у которых вклады в валюте, ну, вклады, извиняюсь, кредиты, и вклады тоже, и кредиты в валюте. Потому что кредиты в валюте даются под меньшую ставку, намного меньшую. И думают, что там за 3-4 года, за 5 лет они это дадут. И когда случается кризис, возникают варианты не платежеспособности по кредиту. Если все-таки, допустим, банк решил пересмотреть уже существующую ставку по ипотеке, это возможно или нет? К примеру, там в договоре прописано форс-мажор. Теоретически это возможно. А что мне делать в такой ситуации? Но банки, особенно сейчас, на это не пойдут. Не пойдут. Это важный момент. Итак, по крайней мере, те ставки, по которым вы ранее брали, либо кредит, либо ипотечный кредит, повышаться не будет. Она останется прежней. А вот стоит ли сейчас, если уже, возможно, одобрена заявка на кредит или на ипотеку, или вы планировали все-таки решиться на этот шаг и взять кредит, или все-таки поставить на паузу лучше? Все зависит от финансового положения семьи. То есть мы, если они рассчитывали под край, а процентная ставка, она же вырастет, вырастет суммы ежемесячного платежа, вырастет тело кредита, в принципе, вырастет долговая нагрузка. То здесь надо задуматься. Хотя сейчас есть лучше, конечно, если у вас есть денежные средства, большие суммы денежных средств, которые планировали вложить в недвижимость, то лучше это сделать. Лучше сделать это сейчас, нежели откладывать, условно говоря, еще на месяц и на два. На самом деле, если вы запланировали, у вас все готово, и вы понимаете, что вы с этим справитесь, конечно, лучше это сделать. Лучше это сделать. Сергей, ваши прогнозы, я уже упомянула про относительно гуманную, за мной, правда, Анна не согласилась, ставку по ипотечному кредиту. Однако, на самом деле, в последний год государство достаточно активно предлагало всевозможные виды льготной ипотеки, использование материнского капитала. На ваш взгляд, сможем ли мы сейчас сохранить вот такую социальную ориентированность и российского бюджета, и, что немаловажно, петербургского бюджета? Ну, прогнозы дела неблагодарны. Естественно, нужно быть реалистами, санкции какого-то эффекта все равно достигают. Другой вопрос, что тут не нужно питать иллюзии, они бы все равно продолжались. Я согласен абсолютно с коллегой. Первое, что нужно делать, это и до кризисного периода касалось, это не относиться все-таки, наверное, к покупке жилья, вот как у нас это принято, очень часто, знаете, на авось. То есть, когда люди подписывают договор о валютной ипотеке и, например, не смотрят в договоре о том, чтобы курс был фиксирован и так далее. И потом курс залетает и абсолютно законно повышается цена. Ну, давайте сейчас, я думаю, про валютную ипотеку все-таки вопрос отложим до других времен. Вряд ли уже кто-то будет в валютной ипотеке, учитывая текущий курс, ее брать. Ну, не знаю, не знаю. Но, тем не менее. Сейчас я бы не отказывался от планов и, как минимум, действовал бы без эмоций, потому что не надо сравнивать и вспоминать 90-е годы. Я еще раз повторюсь, за эти 20 лет каких-то вот таких прям безумных потрясений не было, потому что сегодняшняя политическая система, она стабильна, а от этого напрямую зависит и экономика. И вот каких-то предпосылок, таких для какой-то трагической ситуации, я пока не вижу. То есть, на ваш взгляд, независимо от международной, геополитической обстановки, независимо от последующих действий нашего государства, оно, тем не менее, сохранит именно курс на социальную ориентированность. Сохранит те льготы по ипотеке, которые были, и материнский капитал. Курс-то оно сохранит, естественно. И понятно, что мы к санкциям были в той или иной степени готовы. Но понятно, что такие какие-то вещи совсем крайние, вот такие безумные санкции, наверное, было сложно спрогнозировать. И какие-то нюансы, они все равно, ну, естественно, будут возможны. То есть, глупо говорить, что вот мы сейчас прямо завтра проснемся и начнем жить лучше. Но мы же видим, что растет там ставка по ипотеке, например, растет курс. С другой стороны, опять же, повторюсь, что страна к этому готова. Сегодня более сильная экономика, у нас сильная политическая система, и за счет этого каких-то глобальных потрясений не будет. Поэтому насколько стоит отказываться от своих планов, сейчас сказать сложно. И давать какие-то прогнозы тут каждый решает для себя сам. Но, наверное, я бы все-таки каких-то панических настроений сейчас не испытывал по этому поводу. Ну, вот наша задача как раз сегодня, по крайней мере, эти панические настроения, постараться немножко снизить их градус. Но еще один вопрос. Мы уже давно не вспоминаем о том, что у нас существуют пенсионные накопления, но, тем не менее, они существуют. Что будет с ними? Насколько здесь стоит рассчитывать на то, что все-таки вот их не тронут? Или мы уже имеем определенный опыт, когда именно вот эта часть для кого-то в силу возраста еще абстрактных средств может уйти на другие нужды? Давайте смотреть на вещи реально. Пока никаких предпосылок для того, чтобы бежать к банкомату и снимать деньги, их не было. Но люди бегут и сами создают эту панику, проблемы с наличкой и так далее и тому подобное. То есть мы тоже, наверное, не должны... Ну, Сергей, я здесь с вами не соглашусь по поводу того, что не было предпосылок для того, чтобы, если не снимать деньги, то, по крайней мере, какие-то действия предпринимать. Не секрет, что на 30% чуть ли не в первый же день, 24 февраля, заявили компании, связанные с продажей электроники. Да, на 30% вырастут цены. Сегодня уже заговорили о том, что не будет хватать там и компьютеров, и комплектующих, и там подобных вещей. С автопромом тоже в курсе, что происходит. Стоит большой вопрос, сможешь ли ты купить автомобиль, к примеру, через месяц. И вот так. Это все тоже заставляет предпринимать, возможно, не всегда разумные решения. Но я возражу вам в том, что большинство людей, которые бегут к банкомату, они это делают не для того, снимают деньги, чтобы пойти купить электронику. А просто потому, что они... Вот они гречку для чего скупали какое-то время назад. То есть проходит какая-то где-то информация, не исключено, что самими производителями запущенная, да, и люди ее бегут из года в год скупать по каким-то безумным ценам. Вот это к электронике какое отношение имеет? То есть первое, что нужно сделать, да, к чему я говорю, сегодня, пока, вот на сегодняшний конкретный день, какие предпосылки, вот что такого трагичного произошло, чтобы прямо сходить с ума. Не нужно просто самим усугублять эту ситуацию. Да, проблемы есть, но это адекватно. Вы посмотрите, что делается, да, и какое идет беспрецедентное давление. Но когда эта машина уже закрутилась, уже нет смысла вот именно сейчас бежать и скупать по такому курсу. Завтра он будет меньше, продавать опять побегут, потом опять скупать. И здесь такой момент, как бы, я опять же говорю, что сегодня... По крайней мере, гречку покупать и перепродавать не надо. Сегодняшняя система политическая, она все-таки достаточно надежная. И это дает нам определенные, ну, наверное, все-таки позитивные, позитивное какое-то мышление наперед. По крайней мере, позитивные предпосылки. Понятно, что сложно что-то предугадать и гарантировать людям на 100%. Но, как говорится, мы все в одной лодке, и здесь очень важно объединить сейчас во время этих санкций усилия государства, общества и бизнеса. Потому что если каждый будет бегать в разные стороны и друг другу не доверять, то ничему хорошему мы точно в этой ситуации не придем. Главное, чтобы мы доверяли друг другу, и чтобы все-таки государство это доверие, которое мы к нему испытываем, оправдывало, да, и в том числе оправдывало и доверие, которое бизнес тоже к нему проявляет. Потому что, к сожалению, не всегда вот за последние два года бизнес оказывался в позитивном, так скажем, ключе, в позитивном положении, учитывая пандемию. Вы знаете, опять же, если есть время, я вам возражу, вот во время пандемии, да, бизнес, рестораторы пришли к губернатору и попросили их, как говорится, не губить, дать возможность работать. Он им дал возможность работать, я вот сам периодически захожу в эти рестораны, они там все без масок работают. Вот это то, чем ответил бизнес. Они не соблюдают вообще ничего. Ну вот как раз переходя к вопросу о том, что озвучил сегодня губернатор города и резюмируя эту часть разговора, подводя итог текущей финансовой ситуации, наверное, ключевое, что стоит сказать, это не надо поддаваться паническим настроениям, совершать резкие действия под влиянием эмоций. И это касается не только денежных вопросов. Губернатор Петербурга Александр Беглов сегодня обратился к жителям города с просьбой воздержаться от поспешных выводов и действий. Уважаемые петербуржцы, хочу призвать всех вас к выдержке, терпению и благоразумию. Сегодня от нас требуется еще больше ответственности, еще больше работы. Мы были, есть и будем гражданами России. Мы живем вместе и делаем общее дело. Вместе заботимся о нашем Петербурге. На нас обрушился поток самой разной информации о ценных осуждений, фейковых новостей, откровенной лжи и незаслуженных оскорблений. Очень важно сейчас не бросаться словами, воздержаться от скоропалительных выводов и действий, сдерживать порыв эмоций и в социальных сетях, и в реальной жизни. Не делайте и не говорите другим того, за что потом будет стыдно. Время все расставит по своим местам. Сейчас необходимо избежать конфликтов между собой. Прежде всего между родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми. Мы должны сплотиться, объединить усилия. Итак, не поддаваться паническим настроениям, постараться не реагировать на все слишком эмоционально. Но, Сергей, вот дайте мне рецепт, мне, нашим зрителям. А как не реагировать эмоционально? Как определить, какой информации доверять, а какой нет? Условно говоря, вот четыре пункта, на что обращать внимание, если я читаю ту или иную информацию. Ну, вы же видите, что происходит. Мы читаем одни и те же телеграм-каналы сейчас, я думаю, как и вся страна. То есть сперва показывают, что захватили русских солдат, потом проходит какое-то время, выясняется, что это украинский какой-то там актер или солдат, то есть находят его ВКонтакте и так далее, что это постановка. Сейчас ведется, прежде всего, наверное, все это в совокупности, очень сильное информационное давление, информационная война. А в современном обществе это все переплетено. Посмотрите, те же там CNN, посмотрите Euronews, что они творят. То есть они позиционируют нас просто какими-то ужасными людьми, которые нападают, захватывают и так далее и тому подобное. Хотя, на самом деле, по факту мы понимаем, что это не так. Но позиционируется на Западе, это именно так. Информационную войну они объективно ведут очень сильно. Поэтому первое, наверное, это, опять же, нужно не поддаваться панике. Это на это и рассчитано. Присылают пожилым людям на WhatsApp, там, Ростов восстал. И ты, вынося мусорное ведро, все это начинаешь молниеносно пересылать другому, даже не перечитав, не посмотрев в интернете, не перепровериваясь. То есть перечитать, взвесить. Адекватно оценить ситуацию, посмотреть, поискать, наверное, в интернете, все-таки перепроверить информацию, но как минимум ориентироваться на официальные источники. И как минимум на два источника, это я как журналист еще к этому добавлю. Если вы читаете телеграм-канал, то, естественно, я, когда это смотрю, я понимаю, что нужно дождаться официальной информации. Потому что вот даже крупный телеграм-канал, не буду называть, половина из того, что они заявляли, это никто еще не заявлял. Из европейских лидеров, а у них уже все отключили, все закрыли, там, проливы закрыли и так далее. Потом выясняется, что половина из этого не говорили. Поэтому официальные источники информации, спокойствие, спокойное отношение, умение перепроверять информацию. Сейчас люди стали политически грамотнее, они умеют работать с информацией в принципе. Но на 100% вы не застрахуетесь от этого никак, потому что поток информации настолько огромен, и умение вести информационную борьбу сегодня настолько отточено, что, к сожалению, как бы мы не хотели этого, да, вы видите, как они повлияли на умы Европы, и что там творится, да, и в каком свете наш там показывают. Но вот это, к сожалению, так. И в каких-то моментах мы, наверное, должны работать лучше, потому что Европа просто объективно накручена. Я к вашим советам еще, с позволения зрителей, надеюсь, добавлю вот четвертый пункт. Это безэмоциональность подачи информации. Чем больше вот эмоциональности вложено, тем больше, наверное, стоит задуматься, а кто заинтересован в том, чтобы вы в эту информацию поверили. Но вернемся к цифрам. И вновь к ставке Центробанка. Не могу я ее отпустить от себя. 20%. Мы поговорили о кредитах, но не поговорили о депозитах, потому что хочется верить, что это еще и должно нести какой-то положительный эффект для жителей, для петербуржцев. Можно ли ожидать, что банки поднимут ставки по депозитам? Тем более, что вот уходя на эфир, я прочитала в официальных источниках, некоторые крупные банки заявили, готовы до 18%. Я вот тоже чуть не поддалась панике, так срочно перекладываю. Ключевая ставка Центробанка, она всегда действует задержкой, отложенной. Это как минимум полгода. Поэтому думать о том, что вот завтра ставка в каком-то коммерческом банке будет 18, 20, 15%, ну я бы, наверное, не стала так к этому относиться. Потому что все равно банкам надо выходить из кризиса, им нужно искать баланс, то есть система между кредитами и вкладами. Надо смотреть, они реально терпят убытки в данный момент времени, им надо выходить из этих убытков. И вот я, конечно, не банкир, но могу сказать, что навряд ли вклады резко возрастут. И даже, наверное, если возрастут, стоит обратить внимание, на мой взгляд, тут, если что, меня поправьте, на те условия, на которых у вас уже сейчас вклад находится, там пускай условные 4%, но при этом без возможности снятия, без возможности пополнения, однако затем вы получите какую-то конкретную сумму, возможно, гораздо более крупную, чем если сейчас, поддавшись некоему ажиотажу, снимете и положите. Снимете, снова положите, потом вспомним, что нам надо будет налог заплатить к концу года, потом вычтем этот налог, придем к тому же самому и поругаемся. Надо спокойно сесть, пересчитать и только после этого уже делать. Это, я думаю, касается не только вкладов. Я думаю, надо просто немножечко отпустить ситуацию. Вы просто поймите правильно, я еще раз повторюсь, что у этих санкций, да, и у этого давления есть две стороны, экономическая, она не самая страшная, мы это переживем рано или поздно, да. А вторая составляющая, это вот именно внести раскол, да, расшатать ситуацию изнутри с одной стороны и настроить весь мир против нас с другой стороны, да, вот эта русофобия по всему миру, которую они сейчас насаживают вот этими всеми страшными репортажами, которые оказываются фейками, потом через один и так далее и тому подобное. То есть вот это гораздо страшнее, да, когда они пытаются сейчас, есть силы, которые пытаются объединить весь мир, показать русское население, да, в их глазах, как не каких-то ужасных людей, да, к которым нужно соответствующим образом относиться. Вот это гораздо страшнее, потому что такие вещи, они могут в умах людей остаться на многие годы. Вот это то, чего мы не должны, наверное, допустить. Хорошо, Сергей, скажите тогда, вот я, как обычный петербуржец, что могу лично сделать, чтобы противостоять этому. К примеру, там у меня есть знакомые в социальных сетях, в других странах, которые вот эту информацию сейчас видят, верят ей, то, что транслируют на других каналах. Стоит ли здесь вступать в дискуссию, в спор, может быть, приводить какие-то аргументы? Или стоит как раз отстраниться и сделать вид, что ничего не происходит? Ну, откровенно говоря, это не ваша задача все-таки, да, это задача, наверное... Государства? Государства, конечно, которые, людей, которые отвечают за информационную политику. То есть очень важно не отставать в этом смысле и доносить все-таки правильное мнение по ситуации, которая происходит. Потому что посмотрите даже, как обставлялась вся эта ситуация в Сирии, в Ливии и так далее. Дескать, вот они злодеи, они применили против людей химическое оружие, и поэтому мы вот так вот сделали, и мы молодцы. Там что, несоверенные государства, что ли, были, в которые люди вторглись? А чем это отличается? Где была вот эта истерия? Почему они там небо не закрывали, не кричали, что они вторглись в суверенные государства? Потому что они сами туда вторглись просто. Вот и все. А здесь мы видим политику абсолютно двойных стандартов. Причем все, что принимается, принимается, по большому счету, в отношении простых людей, когда просят там ликвидировать визы, закрывают небо и так далее, и тому подобное. То есть это вот просто мы сейчас видим настоящую русофобию и настоящую информационную войну против русского мира. Ну, не будем забывать, что это информационное давление, оно двустороннее, да, и мы тоже в этом участвуем, и у нас тоже есть свои определенные механизмы. Сегодня днем начались переговоры между российской и украинской сторонами. Проходят они на территории Белоруссии. Сейчас там находится один из наших постоянных экспертов. Это руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Ирана Николай Межевич. Мы сегодня связались с Николаем Маратовичем по телефону. И вот, что он нам рассказал об обстановке в соседнем государстве. В республике спокойная, нормальная рабочая обстановка. В городах обсуждают текущие проблемы, говорят о военном конфликте. Желают, чтобы он скорее кончился. Никакой, я бы сказал, такой эмоциональной радости по данному вопросу ни у кого нет. Все сожалеют, но большинство прекрасно понимает, что произошло, почему произошло, почему Россию вынудили к таким достаточно серьезным действиям. Конечно же, переживают из-за сложившейся ситуации не только в Белоруссии, но и в России, здесь, в Петербурге. Полина Граня отправилась на улицы города, чтобы узнать, что связывают российские и украинские народы с точки зрения нас, петербуржцев. Изначально мы один народ, у нас одни традиции, поэтому, конечно, безумно, жалко, что сейчас происходит. Мы в детстве в школе, в небольшом городке Тверской области, распевали украинские песни, плясали хапак. У меня книжка, подаренная одним из поэтов украинских, написал Евгену Капитонову, и гарно спевал украинские песни. И оказалось, что я больше их всех, это вот наше школьное детство, оказалось, что я больше их всех знаю украинских и народных. И пел украинские песни украинским хлопцам. И культура, и наука, и искусство, все. Это наше же прошлое. Конечно. Мы все смешанные, понимаете, у нас и там пятое поколение, неизвестно какое было. Поэтому у нас родственники есть, близкие, знакомые, друзья. У меня в Одессе тетя, брат, сестра двоюродные. Мой отец из Украины, самый из Одессы. Но всегда считал, что мы один народ. Мы столько лет вместе существовали, мы практически одинаковые люди. Все песни у нас общие, все фильмы. Мы один народ. Как же, и культура у нас как бы очень. Мы их любим, мы их песни любим, культуру их любим. Ну как же, конечно. Они нам родные люди. Итак, а на самом деле, что делать, если родные люди сейчас на Украине находятся? Как их поддержать? Можно ли или нельзя, это противозаконно, отправить им деньги финансово поддержать? Ну, здесь очень тонкая грань, да, наверное. Наверное, с точки зрения человеческой, можно и нужно поддержать. Но очень сложно определить, кто с какой целью и кого поддерживает. Это, наверное, все-таки вопрос к банкам, да, которые должны контролировать эти операции. Потому что, насколько я слышал, опять же, эта информация была, ну, по крайней мере, в телеграм-каналах, о том, что любая поддержка и перевод денег, они могут быть там расценены как госизмена, грубо говоря, если я ничего не путаю. Это не только в телеграм-каналах? Ну, вот, соответственно... Вчера я делала официальную информацию в информационных агентствах. Соответственно, этот момент надо как-то уточнять. Что касается санкций, да, там, банков и так далее. Вы поймите правильно, страдают же не только люди, страдают и банки. Взять тоже закрытое небо. Сейчас, после коронакризиса, очень тяжелая ситуация во многих европейских странах. И то, что туда не полетят туристы, например, наши, по ним ударят просто безумным образом. Но мы видим вот это соревнование бредовых идей, например, когда политизируют спорт. Мы это видели с фигурным катанием. Теперь добрались до футбола. Я не очень понимаю, при чем здесь политика и при чем здесь сборная России по футболу, которая должна выступать без гимна, которая должна выступать без флага. И, по сути, они превращают это в акции против русского мира в каком смысле? Вот они сейчас на нейтральном поле без гимна, без флага. Им будут вывешивать оскорбительные баннеры, будут освистывать. Это во что превращается? То есть это вообще к футболу и к спорту не имеет никакого отношения. Зачем они политизируют все на свете, спорт, экономика, вот все, что можно? Да, вот это мне абсолютно непонятно. Хорошо. Что, в свою очередь, мы в таком случае должны, на ваш взгляд, сделать, чтобы, к примеру, как в начале 20 века, русский мир, Россию воспринимали именно так, как тех, кто несет нечто светлое, доброе, культуру, искусство, просвещение? Ну, мы должны изначально тоже, наверное, все-таки в себе пробудить какой-то патриотизм, потому что, может быть, я не очень корректно скажу, но вот у вас расстреливают посла в прямом эфире, сбивают самолет, там, вводят какие-то санкции, и куча патриотов едет все равно на турецкие курорты, например, и отдыхают там, потому что там дешевле. Сейчас какая-то ситуация происходит, люди начинают бежать к банкомату. Нужно просто успокоиться и понять, что сейчас есть определенные нюансы. Да, и, наверное, в этой ситуации нужно, ну, как минимум, оставаться спокойными, и тоже, наверное, какую-то хотя бы ментальную поддержку, какую-то отдачу государству, которое пытается помочь исправиться с этой ситуацией, тоже она, наверное, должна быть, потому что мы же все живем в этой стране, и не может так быть, что, да, во всем обвинять государство, пытаться во всем не доверять, и вот только такие какие-то совсем свои интересы, да, людей, когда заботят, и все. Поэтому здесь, ну, такой момент, вы посмотрите, насколько патриотичны люди во многих странах. И здесь, наверное, в каком-то аспекте мы тоже должны, ну, брать с них пример, потому что вы поймите правильно. Ну, вы так абстрактно говорите, мы должны брать пример. Все-таки у нас есть государство, да, которому я плачу налоги. У нас есть определенные исполнительные законодательные власти, которые, как мне кажется, должны в том числе отвечать и за то, о чем вы говорите, и за то, о чем я говорю, как мы должны представлять и позиционировать и свою страну, Россию, и как мы себя, граждане России, должны внутри нее ощущать. Поэтому давайте не будем все-таки в финале этой части разговора всю ответственность складывать только на абстрактных граждан и призывать их не экономить, а отдыхать на местных курортах. Никто этого не делает. Ну, смотрите, вот Эрдоган, он ходит, постоянно говорит о том, что он не признает Крым. Правильно, как бы? Хотя мы все понимаем, что крымчане объективно в ходе референдума там практически 100% проголосовали, да, при том, что ему никто не напоминает про оккупированную часть Кипра каждый день, как он нам про Крым, да. У них там происходит, ну, каких-то других нюансов. Но ездят же люди, не государство же за них ездит. Ну, потому что люди, все-таки, согласитесь, каждый человек не обязан разбираться в политике. Вы политолог, вы разбираетесь. Мы сейчас все-таки разговариваем в контексте исключительно прикладном, поэтому давайте вот на эти прикладные вопросы и перейдем. Подсказывают, что есть еще у нас один вопрос. Итак, с 1 марта запрещено зачисление резидентами Российской Федерации валюты на свои счета в иностранных банках. Анна, можете расшифровать, что это означает? Резидент Российской Федерации, это я, наверное. Мы не сможем переводить деньги на свои счета в валюте за границу. За границу. Если такие есть. Да, если у кого-то такие есть. Александр Стасюк сейчас находится в одной из петербургских аптек. Саша, расскажи, много ли покупателей и есть ли ажиотаж? Да, Ира, сейчас обстановка здесь абсолютно спокойная. Заходят в аптеку только единичные покупатели. Хотя ажиотаж на самом деле мог бы быть, поскольку в социальных сетях появилась такая информация, что, возможно, в скором времени с аптечных полок исчезнут некоторые лекарства зарубежного производства. Вот есть ли повод для паники, узнаем у специалиста. Илона, добрый вечер. Первый вопрос к вам будет такой. Действительно есть сейчас какая-то потребность в лекарствах? Действительно их не хватает ли? На самом деле лекарства достаточно. Какой-то такой вынужденной потребности в лекарствах нет. То есть есть ажиотаж, нельзя этого вытаивать, скрывать. Но он просто вымышленный, ну как мыльный пузырь надутый и слегка больше, чем на самом деле он должен быть на данный момент. Лекарства вполне достаточно. Склады, например, даже могу привести пример наш склад. Он полностью загружен препаратами. Мы даже не успеваем их, в свою очередь, размещать на места, потому что постоянно идет отгрузка товара и постоянно поступление. Поэтому как таковой нехватки нет. Как часто в вашей аптеке бывают очереди и такие столпотворения? Бывают очереди, бывают наплывы. Мне кажется, как и во всех аптеках, есть часы пик, когда люди заходят. И некоторые люди, которые первый раз видят такие большие очереди, их это действительно пугает. Но в последнее время я бы не сказала, что это больше, чем просто в период простуд и заболеваний, как таковой, большого наплыва нет. На фоне сложившейся обстановки ожидается ли повышение цен на препараты? Ну, насколько мне известно, в ближайшее время повышения цен не будет. То есть, может быть, в последующем нашем будущем какое-то будет, но пока такой информации нет. И что вы можете посоветовать тем, кто все-таки массово скупает лекарства? Почему, например, этого не надо делать или, может быть, наоборот, надо? Могу посоветовать так, что без паники, потому что у нас все есть. То есть, мы полностью оточили систему так, как и из ковидных мер. Теперь человек может бесконтактно получить даже свои лекарства, которые необходимы. Почему это не нужно делать в таких количествах, которые распространены в социальных сетях? Потому что все-таки лекарства, как и любой продукт потребления, имеют свой срок годности. Иногда люди, закупая, и в какой-то момент им либо отменяют препарат, либо еще что-то происходит, лекарство просто стухает. И человек, который реально нужен и нуждается в данный момент, может не получить это в последующем. Поэтому без паники, все есть, мы все обеспечены препаратами. Большое спасибо, Лона. Ира, резюмируя, мне остается лишь еще раз подчеркнуть, что паниковать не стоит, лекарства есть, а если в будущем какой-то препарат действительно исчезнет с пола, то наверняка ему можно будет найти достойный аналог. Слово студии. Спасибо, Саша. Услышали, но, тем не менее, уже внутри здесь студии хочется другой момент обсудить. Да, хорошо, что лекарства на данный момент есть, однако, как верно заметила фармацевт, у лекарств есть срок годности. Можно ли ожидать роста цен на лекарства, учитывая курс евро, курс доллара? И как показывает практика предыдущих лет, к примеру, если подорожало лекарство венгерского производства, удивительным образом, его аналог российского производства почему-то тоже дорожает, хотя, казалось бы, с чего? Ну, опять же, во-первых, вот вы говорили об электронике, о подорожании возможного в аптеках, у нас есть китайский рынок, у нас есть внутренний резерв, у нас же не только Европа одна в мире существует, это первый момент. Во-вторых, для того, чтобы не было вот этой паники, о которой мы говорили, да, и люди там не кидались к банкоматам, в аптеке и так далее, государство должно эффективно контролировать, да, цены. Потому что мы много раз становились свидетелями, когда уже президент вынужден был вмешиваться и говорить о том, что мы наблюдаем, ну, просто ничем не обоснованный рост цен. Вот сейчас, что мы видим, Мишустин поручил проверить подорожание, там, в связи с коронавирусом препаратов в аптеке. Делают контрольную закупку, препарат стоит 700 рублей, цена в аптеке полторы тысячи. То есть это они вот зарабатывают деньги просто. И этот контроль, он должен быть эффективным, потому что здесь и часть государства, да, есть, наверное, какой-то работы для того, чтобы вот не возникало таких ситуаций. Я зашел элементарно в один из универмагов сейчас, куртки подорожали там в два-три раза, да. Они что, за ночь новые куртки, что ли, после скачка курса привезли? Ну, это же бред. То есть вот нельзя позволять, наверное, людям на этом искусственно зарабатывать, искусственно повышать цены. Вот этот контроль, он должен быть, наверное, тоже усилен. Но с другой стороны, опять же, вот те же крупнейшие продавцы компьютерной техники сразу заявили, наверное, еще 25 февраля о том, что да, предстоит рост цен примерно на 30%, потому что им предстоит еще и закупать. И вот они, я так понимаю, эту сумму уже рассчитали и готовы, так скажем, исходя из нее, повышать и цены. Вот здесь, насколько закономерно, незакономерно, законно, незаконно, ну и вот мы уже за кадром говорили о том, что регулятор должен быть, поможет ли он, Анна? Давайте так, любой продавец будет искать любую возможность для того, чтобы заработать. И чем больше в сиюминутно он заработает, тем больше он это будет делать. Мы видим, что цены растут, цены растут на все. Это действительно так, мы не будем лукавить, начиная от продуктов питания, заканчивая электротехникой, которая подскочила за одно утро на 30%. То есть это мы все знаем, все видели. То есть пошли на опережение, как я слышала шутку. Обратно потом немножко отыграли, но, как всегда, не до того момента. Не для того, а не поднимались, чтобы потом опуститься. Мне так кажется, здесь должна быть очень жесткая регуляторность, регуляторика. И как только антимонопольная служба начнет эффективно работать в паре с прокуратурой и дальнейшими уже уголовными делами, тогда, тогда рынок будет более-менее спокойный и не будет разгоняться инфляция. И это касается не только фармацевтического рынка? Это касается всего, да. Потому что идет, понятно почему. В принципе, понятно, почему они повышают. Понятно, почему это происходит, почему такая инфляция, но не до такой же степени. Но, тем не менее, есть сферы, к примеру, это тот же автопром. Несколько крупных автоконцернов иностранных заявили, что приостанавливают поставки автомобилей в нашу страну. Тут сразу тоже, я думаю, цены поднимутся. Насколько это обосновано? Это первый момент. Второй момент. Авиапарк нашей страны, не секрет, состоит все-таки из иностранных авиалайнеров, которые требуют и технической постоянной комплектации, и технического контроля, обеспечения. Это ведь тоже все скажется на ценах. Ну, во-первых, сейчас полеты закрыты, поэтому... Но все равно то, что машина стоит, это не значит, что она не требует внимания. Это не менее. Просто на данный момент это не актуально. Потом я бы не стал говорить, что у нас там нет авиапарка. У нас же есть свои самолеты. Эти суперджеты там и так далее. По поводу того, что вы говорите, вы же правильно сказали. Дорожает что-то европейское, и тут же каким-то образом дорожает наше. То есть вот это попытки заработать на какой-то ситуации, их надо исключать. То, что коллега, опять же, правильно сказала. То есть что еще должны сказать производители электроники? Я бы тоже на их месте сказал, скупайте срочно, может подорожать. Это же и пиар-ход определенный тоже. А с другой стороны, правда, может подорожать? Может подорожать. Но у нас, вы поймите правильно, у нас и до кризиса, и до коронавируса очень часто мы увидели ситуации, когда при любом подорожании каком-то, чего-то европейского, тут же люди просто автоматически поднимают цены. И мы просто иногда не успеваем это контролировать и регулировать. Такая проблема, она есть. В финале нашей беседы давайте еще раз, Анна, вас попрошу, наверное, разъяснить для тех, кто вдруг в начале программы прослушал. Все-таки надо или нет, если есть какие-то деньги на карте, в безналичном виде, снимать, бежать к банкомату или это не имеет смысла? Опять же, призову делать все осознанно. Для чего снимать? Цель для того, чтобы снять банкомат, отнести домой, спрятать под подушку. Ну, простите, пока вы идете от банкомата до подушки, с вами может много чего произойти. Ну, по большому счету. Вы можете потерять, что-то можно, в конце концов, можете утопить в луже. Я вот реагирую, но для чего? Для того, чтобы завтра пойти в магазин и потратить это на обычные товары, вы можете спокойно расплатиться картой. Тем более, независимо от того, лежат они у вас на счете или под подушкой, к сожалению, инфляция никак здесь не влияет, точнее, влияет одинаково. Здесь есть маленький момент, да, я предупрежу, что иногда люди очень, граждане, путают то, что хранится на карте, и то, что хранится на счете. То есть, почему-то карта используется как средство накопления. То есть, это ни в коем случае нельзя делать. То есть, деньги, которые... Есть карта пластиковая, есть счет, который к ней привязан, и деньги должны лежать на счете. Это через лицовичный кабинет можно сделать. Он никуда не денется. Он никуда не денется. Это 100% ваше. А вот карты, они подвержены и блокировкам, и, возможно, мошенническим действиям. И вот в минимальных необходимых суммах должны появляться вот эти суммы. Вот это самое важное. На текущие расходы. Основная часть должна лежать у вас на счете. На счете. Желательно с хорошим процентом, если учесть заявки Центробанка на 18 и так далее. Уважаемый эксперт, спасибо вам большое за беседу. Вы смотрели программу Петербурга «Город решений». Сегодня пытались разобраться мы в ситуации, в текущей, вместе с первым проректором Международного банковского института Анной Затевахиной и политологом Сергеем Наумовым. Уважаемые эксперты, спасибо вам большое за ваши ответы. С вами была Ирина Степанова. Оставайтесь на телеканале «Санкт-Петербург». Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин